Парное фигурное катание И больше они никогда не расставались. Но в 28 лет Сергей Горенькова неожиданно настиг обширный инфаркт. Екатерина Гордеева в 24 года овдовела и осталась одна с трехлетней дочкой Дашей на руках. Как жила олимпийская чемпионка все эти годы и как справилась с болью утраты, мы расскажем в этом видео. Сергей признался в любви в Париже. Катя давно была в него влюблена, но виду не подавала. Они стали встречаться 31 декабря 1988 года, а через три года обвенчались. Осенью 92-го Гордеева родила дочь Дашу. Это была крепкая и дружная семья, выстроенная на взаимном уважении, любви и доверии. Любимая дочь, общие интересы и планы на будущее, любовь к спорту. Сложно было найти более гармоничную пару. Сергей и Екатерина были безгранично счастливы, а их красивые истории любви восхищались во всем мире. Но в один миг сказка закончилась. Это была тренировка, во время которой Гореньков подался вперед и лег на лед. Его жена не поняла, что произошло, но тренер пары Марина Зуева почуяла неладное. Это был ноябрь 95-го. Обширный инфаркт, экстренная госпитализация, быстрый и неожиданный уход. В 28 лет Сергея Горенькова не стало. Осталась вдова с трехлетней дочкой на руках и полной опустошенностью в душе. Следующие годы стали морально сложными в жизни Екатерины. Она не сразу вернулась на лед. Сама кататься боялась, а нового партнера даже не рассматривала. Она думала, что это предательство по отношению к любимому мужу. И время в ее случае вовсе не лечило. Известно, что Екатерина надолго выпала из большого спорта. Тренер и близкий друг Марина Зуева как могла вытаскивала фигуристку из депрессии. Водила по музеям, выставкам и концертам. Не давала оставаться наедине с мыслями. В общую квартиру Гордеева вернулась лишь однажды и провела там всего одну ночь. Тогда молодая вдова поняла, что не сможет жить там одна. Воспитанием маленькой Даши в этот непростой период занималась мама фигуристки. Именно Елена Львовна вернула дочь к жизни, когда сказала, что Даше нужна сильная мама. Позднее Екатерина вышла на лед в статусе одиночки и свое первое одиночное катание посвятила покойному мужу. После этого выступления она заплакала, и ее слезы увидел весь мир. Тогда на лед выбежала маленькая дочка, чтобы успокоить мамочку. Вернуться к жизни Гордеевой помогла родная дочь Даша, фигурное катание и книга «Мой Сергей». Фигуристка пять недель встречалась журналистом, с которым делилась самым сокровенным – воспоминаниями о любимом Сергее. Позднее Екатерина Гордеева написала книгу «Письмо к Дарье», а в США стала звездой. В Америке все знают Екатерину Гордееву, однако долгие годы воспринимали ее как красавицу-вдову с личной трагедией. Поэтому фигуристка скрывала новые отношения. В 2000 году спортсменка впервые вышла на лед с Ильей Куликовым на шесть лет младше, а через год влюбленные поженились, без шума и пафоса, тихонько расписались. Во втором году Гордеева родила вторую дочь Лизу. Позднее супруги открыли школу фигурного катания, но дело не выгорело. В 2016 году фигуристка развелась и посвятила свою жизнь дочкам и тренирует будущих чемпионов. Екатерина Гордеева известна на российском и американском телевидении. Спортсменка участвовала не только в соревнованиях, но и в топовых шоу на льду. Например, в ледниковом периоде, в 2008 году, и заняла первое место в паре с Егором Бероевым. Поговаривали, что между ними был тайный роман, но сами знаменитости это отрицали. Сегодня ей 50. Спортсменка разведена, имеет двух дочерей. Екатерина Гордеева живет в США, работает тренером по фигурному катанию. Прекрасно выглядит, будто излучает свет. А на шее на цепочке носит обручальное кольцо, подаренное Сергеем Криньковым. Как талисман от всех бед. Редактор субтитров А.Семкин